Наверное, никогда исторические преобразования не были так связаны с телевидением, как в годы перестройки. Ведь именно телевизор изменил советскую страну. Александр Николаевич Тихомиров, интервью с которым вы сейчас видели в сюжете, вёл прожектор перестройки и ездил по стране в знаменитом вагоне студии. Анатолий Григорьевич Лысенко, интервью с которым вы сейчас увидите, придумывал перестроечное телевидение. Он создал славу легендарной молодёжной редакции, возглавлял программу «Взгляд», стоял у истоков ВГТРК и ТВЦ. Анатолий Григорьевич, 25 лет прошло от начала перестройки. Тогда все мы, как в песне Цоя, хотели перемен, хотя не все понимали, каких перемен и зачем. Как вы думаете, перестройка обязательно должна была случиться? Она была неизбежна? Вы понимаете, не то, что неизбежна. Если бы перестройка не произошла, то, вот говорят, погибло великое государство, всё. Государство погибло бы всё равно, но с большим крахом, с гражданской войной, с резнёй. Ну, присущей нашей российской истории. К топору зовут Святая Русь. Потому что, конечно, те процессы, особенно в экономике, которые происходили, та безудержная гонка вооружений, в которой мы участвовали, в которой нас, пусть говорят, втянули, но и мы и сами там активно участвовали, она, конечно, привела бы к краху страны. Да, собственно, давайте так вспоминать, это же сегодня кажется, что... Ах, какое время было, пенсионеры икру ели. Враньё. Были стерильные прилавки, на которых ничего не было. Половина районов имела талоны на питание. Мы закупали пшеницу, чёрт не знает где, поскольку. Закупали мясо, мы всё закупали. Стирали порошок, спички. Голодуха была. Всё. Но зато мы были впереди планеты всей по ракетам, по танкам, которых мы и сейчас не знаем, куда девать столько их. Наверное, никогда исторические преобразования не были так связаны с телевидением, как во время перестройки, потому что, скорее всего, именно телевизор изменил советскую страну. Воздействие телевидения было гигантским. Опять-таки, никто его и не изучал. Никто не изучал. И когда только-только вот ослаблен был контроль, всё, дальше процесс был уже неуправляем. Хотя не надо думать о том, что телевидение было сплошь набито диссидентами. Вранью. Никаких диссидентов на телевидении не было. Отбор был достаточно тщательный, аккуратен. И просто на телевидении было много достаточно трезвых, в какой-то мере циничных. И, главное, знающих людей. Потому что волей-неволей наши командировки, наши поездки, они открывали нам жизнь на то, что происходит в стране. Но, в сущности, ведь перестройка на телевидении началась с репортажей о поездках Горбачёва. Наверное, не совсем так. Вот в Ленинграде он тогда... Ну, вот когда он шагнул... Ближе, а куда уж ближе, он сказал. Да-да, когда он шагнул, так сказать, как бы от плана. Ну, не надо забывать, причём при том, что среди той толпы, которая его окружала, простых советских людей, было очень много простых советских людей со званиями старший лейтенант и выше. Так сказать, это было. Но, конечно, она изменила. На мой-то взгляд, перестройка началась с момента, когда по телевидению вместо слова «мы», «мы советские люди», «мы трудящиеся города Иваново», «мы ткачихи в фабрике Красный Лапоть», прозвучало слово «я». Вот это было самым революционным, потому что наше советское телевидение было телевидением «мы», коллективическим телевидением. Когда начался взгляд, у вас было такое ощущение, что партия дала порулить? Или всё-таки это был какой-то неуправляемый процесс? Нет, нет, нет. Ведь партия ничего она не давала порулить. Это было решение создать информационно-развлекательную, все сейчас сразу забывают про это, информационно-развлекательную передачу, чтобы отвлечь молодёжь от слушания врачебных голосов. Дескать, мы её отвлечём, она будет слушать наши развлекушечки, лопатушечки. Потому что считалось, что молодёжь стремится слушать BBC, всё из-за Сева Новгородского, из-за рока. Вот давайте мы им дадим какой-нибудь кусочек, пусть помнут, и мы, конечно, когда начинали передачу, никто из нас не строил никаких планов, что это будет передача, в которой будут подниматься такие проблемы. Если сейчас проанализировать, недавно договорилась с Демой Захаровой, наша первая передача, ну, детский сад. А канал «Ностальгия» смотрите? Смотрю, конечно. Где старая программа «Время»? Я смотрю, мне вот очень нравится канал такой, как «365». Очень интересно. Кто есть кто? Я люблю исторические каналы. Я смотрю, как ни странно, не потому что, хочу сказать, комплимент, а третий канал. Мне нравится, очень необщее выражение лица. Нравится. Спасибо. И сейчас вот появились, мне вначале очень не понравилось ток-шоу с Бабаян и... Медленный. И Медленный. А вот сейчас я посмотрел, они просто не могли, не умели дирижировать. А сейчас посмотрел, хорошо стали работать ребята, и тема поднимается глубиной. Трагедия в том, что у нас люди не очень умеют вести дискуссию, на дискуссии выражается, а его раз и в глаз, а потом хрязь и мордой в грязь. Кто-то, не помню, кто из поэтов написал хорошие строчки, но это образ нашей дискуссии, а сам дурак. А здесь получается очень... Субтитры создавал DimaTorzok